Башкортостан подготовил заявку для участия в пилотном проекте по созданию карбоновых полигонов. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса, который провел глава республики Ради Хабиров. Карбоновые полигоны и фермы представляют собой территорию с уникальной экосистемой, где научные организации разрабатывают методы измерения и контроля газов, в том числе выбросов промышленных предприятий, оказывающих активное влияние на климат. На сегодняшний день в регионе подобрано 8 потенциальных площадок в Уфе, в Уфимском, Стрельтамакском, Нуримановском, Баймакском и Довлекановском районах для создания первых карбоновых полигонов. В перспективе республика сможет рассчитывать на десятую часть всех карбоновых квот. И по оценкам экспертов, доходы в бюджет смогут составить до 500 миллионов долларов. Мы в рамках НОЦа вместе с Нефтяной университетом, Аграрной и Скултех решили поучаствовать в пилотном проекте, который делают в стране. Восемь регионов туда уже вошли. Мы хотим войти в девятом. Окончательный перечень еще не утвержден, но поскольку мы участвуем во всех проектах, которые связаны с обновлением научно-техническим, с участием наших вузов во всех программах, которые экспериментально есть в стране. Сейчас у нас действительно собрана серьезная компетенция в этом смысле. Как в смысле измерений, так в смысле математических моделей. Но на самом деле модели измерения – это не все. Потому что есть еще технологический аспект зеленой-зеленой повестки. Нужны чистые технологии. Мы бы, конечно, очень хотели, как Скултех, участвовать в программе Республики Башкортостан по зеленой повестке. Ну и по словам Радия Хабирова, для создания карбоновых полигонов у Республики есть все необходимое. Это мощная научная база и ряд крупных промышленных предприятий, которые готовы стать партнерами. Также глава региона поручил подготовить и в кратчайшие сроки подписать соглашение между правительством Республики и крупнейшими индустриальными предприятиями о совместной работе по созданию карбоновых полигонов, а также организовать проведение осенью в Уфе международной экологической конференции по климатическим изменениям.